Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас интереснейший матч, наверное, главное противостояние Италии Ювентус против Наполи. Первая строчка против четвертой. И сегодня нас также ожидает матч против Болони, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Так что, уже буквально через выпуск у нас уже будет ожидать трансферное окно. Но приобретать мы, скорее всего, вряд ли кого-то будем, потому что у нас и денег мало могут у нас кого-нибудь подписать. Так что деньги могут у нас появиться. Итак, Наполи Ювентус. Главная звезда сегодняшнего матча и состава Наполи это Марек Гамшик, капитан команды. Ну и показывает нам Клаудио Маркизио. Это два шикарных игрока в Италии. Ну и посмотрим, как они сегодня сыграют. Играют они ключевую роль в своих командах. Сегодня не будет Кришчано Роналду на поле. Сегодня Ювентус уходит вторым составом после Лиги Чемпионов. Ювентус вышел с первой строчки в плей-офф. Так что теперь будут они работать немного до первого матча плей-офф против Боруси и Дортмунд. Будут работать именно над чемпионатом, чтобы было хорошее преимущество над второй строчкой. Но сегодня выходит вторая команда Ювентуса. Потому что первая сыграла недавно матч против Интера. Итак, Элихуон сразу навешивает на Инсини. Но на Инсини как-то не нужно, наверное, навешивать. Ментактур перехватывает мяч. Отлично. Марио Манджу Вич. Если догонит сейчас Бернардески, а он догоняет навес, но там уже Хесай. Пока что пробует через аккуратную атаку начать игру Наполе. Но пока что именно или они мяч теряют, или сам Ювентус теряет мяч. Сами Хедира. Хедира. А он там на дальней штанге. Спинозола. Манджукич по пустым уже. Все. Нашли этим пазом шикарно Спинозолу. Отлично. Пушечным ударом он пробил головой. Но Поперейна отбивает мяч. Но здесь вот уже прямо на ногу Марио Манджукичу. Вот здесь шикарно. Можно было как-то придержать мяч и попробовать самому Спинозоле пробить ногой. Но прямо аккуратненько на ногу Марио Манджукичу. Одиннадцатый гол Хорвата в чемпионате Италии. Последняя атака Ювентуса в первом тайме. Манджукич. И не забивает. Кто это сейчас интересно мне пробивал? Бентак Тур. Находит Клаудио Маркизио. А если вот так вот? В два пасека. Хедира. И Хедира делает счет 2-0. Все. Вроде это Хедира был. Раз не забил. Мне это интересно. Давайте мы прямо сейчас это и посмотрим. Кто там все-таки этим прострельчиком не завершил. Это скорее всего сам Хедира был. Да, сам Хедира. Ну вот. Буквально через пару минут. Даже там секунд. Ну, в мгновение забивает все-таки сам Хедира. Удается ему мяч отправить в сетку со второй только уже попыткой. Здесь аккуратно с Маркизио. Манджукичем разыграли. Здесь вот отлично так прошел. И под перекладину мяч забивает сам Хедира. Его третий гол в чемпионате Италии. Победа Ювендуса 2-0. В гостях. Вторым составом. Ну, отлично. Еще смогли в первом тайме два мяча забить. Во втором уже пошла игра, как называется, качели. И забить не получилось во втором тайме. Пресс-конференция. И Стурара хочет уже наконец-то играть. Проведем мы тренировочку. И Пало Дебало стал рейтингом 92. Отлично. Качается аргентинец. Лучше бомбардиры. Тут уже и Перишич перегнал Манджукича. Но они на равных. Но Перишич теперь на первой строчке. Риск потерять. Так, а само и Спинозолу. Ну что ж, давайте уж подпишем с ними мы контракты. Так, это финансы. Дулас Коста. Предложение принято. Хюведас. Предложение принято. Виталин. Но чини Спинозолу. Давайте переговоры. Так, нерегулярный. Ну да, Спинозолу у нас нерегулярный. Выходит так во втором составе иногда. Длительный. Давайте на три года. Почему бы и нет. Безотступных. Мне кажется, вас никто бы и так бы не брал. Так, ну что, зарплата 80. Мне кажется, подойдет вам. 65. Принимаем. Так, теперь надо Скваду Асамо. Ему 29 лет. С ним уже по минимальному надо подписывать контракт. Так, амплуа. Но у нас действительно нерегулярный. На два года. Давайте на год попробуем. На три года хотят. Контр-предложение на два. Да. Да, и отступные. Так, зарплатка. Зарплатка. Давайте контр-предложение изменить. 950. Тогда 105. Зарплата. Ну что же они так вообще никуда, ни туда, ни сюда. Ладно, согласимся. И все. С остальными у нас или они в арендах, или подписали вот уже. С Костой. Он в аренде. Здесь осталось ему. Он из Баварии потом все-таки вернется в Ювентус. Так, и кто там у нас еще один был? Сейчас я посмотрю. Вот, Бенедикт Хеведрис. Он в шальке, я так понимаю. Да. Поэтому с ними мы уже не подпишем ни как контракт. Итак, ну что же, переходим мы к интересному матчу Болонии-Ювентус. Ну что же. Туман. Мы посмотрим, как мы сыграем с такой погодой. Итак, игроки Болонии очень хорошо, мне кажется, настроены. На этот матч Ювентус встречается первым теперь уже составом. Против Наполя не вышли вторым и победили с счетом 2-0. Что теперь ожидать от первого состава? Крещен Роналду дает свои установки в атаке. Ведь именно он и лидер, как и самого Ювентуса стал теперь. Также и именно атакующие позиции. Роналду отлично. Будет ли удар? И штангу попадает португалиец. И отлично. 7 игр в гостях и 7 побед. Пока что у нас лучший показатель именно по гостевым. Ни разу мы еще не проигрывали. Болония должны были это заметить. У нас пока что весь левый фланг. Это из бразильцев в основном составе. Это и Дуглас Коста. Это и Александро. И Коста дальним ударом. Голевая передача от Крещен Роналду. Забивает бразилец. И ведет уже Ювентус со счетом 1-0. Здесь аккуратно принял и правой ногой. Не понимаю, почему голкипер не стал отбивать такой удар. Удар-то пушечный был. Но тут два защитника могли бы выставиться. Но удар хороший. И Ювентус уже впереди. Это первый гол Дугласа Коста. Уже практически полсезона отыграл Ювентус. А вот Коста забивает, пожалуй, только свой единственный гол в чемпионате Италии. Стал для Дугласа Коста первым, в котором он забил. Крещен Роналду. Шикарно. И пенальти, друзья. Роналду зарабатывает. Отличный момент для себя уже. Диал Финт получил по ногам от Линды Лёфа. Вот этот момент. И к мячу подходит Крещену Рональду. Давайте сейчас попробуем в правую девятку. Сильно пробить. Но медленно. И отлично. Забивает Крещену Рональду. Ну что ж, заработал. Сам и пробил. Вот здесь вот на таких ложных замахах попробовал. И уже забивает Крещену Рональду. Гол с пенальти. Если не ошибаюсь, это его, да, восьмой гол Крещену Рональду в чемпионате Италии. Осталось три гола до первой строчки, на которой располагаются двое хорватских футболистов. Один это из Ювентуса, одноклубник Марио Манджугич, другой из Интера Иван Перешич. И вот он, он выход один на один практически. И Алкидор его решает и забивает. Забивает Джози Алкидор свой первый гол. Вот так вот сегодня. Два футболиста из разных команд забили по своему первому голу за свои клубы. Бейл с мячом. И Крещену забивает гол. 3-1. Дубль Крещена Рональда в сегодняшнем матче. Девятый гол португальца в чемпионате. Здесь вот Бейл великолепно убрал, пробивает, попадает в защитника. Но уже дезориентировал гол кипера. И Крещен Рональда забивает сегодня дубль. И отдал голевую на Дугласа Косту. Шикарный матч для Рональда. Уже 3 очка принес он команде. И не только команде, но он и себе в актив занес. И Кресси! Какой удар в касание! Ну это шикарный гол. Посмотрите, без офсайд на тем более. Заброс. Гол в касание. Но не понимаю, почему Алисон ничего не сделал. И прямо практически, если не ошибаюсь, в девятку, да, забивает Кресси. 2-3. Но все равно этого было мало для Болонии. Отличный выход Крещену Рональду. И забивает Крещену Рональду хэт-трик. Три мяча и одна голевая за сегодняшний матч. Португалец нашел, скорее всего, свою игру. Потому что он замечательно за этот месяц. Буквально он забил хэт-трик в чемпионате. И забил хэт-трик в Лиге Чемпионов. Рональду, наконец-то, нашел и почувствовал игру. Здесь шикарно. И низом. Десятый гол португальца. На Рональду. Отлично. Здесь Белерин. Их четыре мяча. Еще и в очко вратарю забивает португалец. Догнал Крещену Рональду. Теперь Марио Манджукича и Ивана Перишича. Благодаря этому голу великолепно нашел его Белерин. И Крещену посмотрим. Давайте на это момент с повтором. Вот здесь вот убирает, отдает пас. И здесь Крещену между ног забивает. И делает счет уже 5-2. А одиннадцатый гол португальца. Итак, практически все сейчас. Здесь идет розыгрыш. Потому что в штрафной очень много людей. А Дуглас Коста. Что Рональду получится? Он отдает пас уже на Гарета Белла. Тот на Дебалу. И мимо. Пало Дебала. Правая нога. Не получилось. Почему-то я думал, что... Это он левый так бьет. Но, к сожалению, шестой гол забить пока что не удалось. И все на этом. Гостевая победа. С счетом 5-2. Крещену Роналду. Девять ударов. Четыре гола. 10-0 оценка у Крещену. Пресс-конференция. Ну и давайте посмотрим. Перешич. Роналду и Манджукич. Вот они, главные бомбардиры чемпионата Италии к 17-му туру. Точнее, к концу уже 17-го тура. Так. Ну что же. В следующем матче у нас, наверное, снова сыграет первый состав. Отлично он отыграл. И также у нас там игра против Хелос Вероны. Дойдем мы до... Ага, здесь уже нам соперник нашел. Цитаделя. Против Кальджури. А, Кальяри, сняюсь. Так. Здесь у нас сейчас секундочку. Ага, 19. Все понятно. Итак. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Хорьев и канал Футбол и Та Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.